Мы знаем, что НКВД для того, чтобы подготовить геноцидную операцию по выселению тотальному крымских татар со своей исторической родины, оно подготовило такую записку, поданную Сталином за подписью Берии. Там было сказано, что якобы 20 тысяч крымских татар было мобилизовано и 20 тысяч крымских татар дезертировало. Это обоснование гуляют, его часто используют неосталинистые, но, конечно, оно не соответствует реалиям, потому что, если в целом посмотреть, то после уже депортации, в местах депортации оказалось 12 тысяч бойцов Красной Армии крымских татар, которые прошли Вторую мировую войну. Еще 3 тысячи крымских татар, которые были воинами в рядах Советской Армии, они были вне спецпоселения. То есть мы видим, что 15 тысяч только выживших крымских татар, которые воевали в рядах Советской Армии. Очевидно, что значительная часть крымских татар, во-первых, была мобилизована еще до войны, во-вторых, часть из них оказалась за пределами Крыма, и многие из них погибли во время войны. Например, мы знаем ситуацию с награжденными крымскими татарами. Вот сейчас есть в общем доступе, выложили ли власти Российской Федерации документы с наградными листами. И там видно, сколько было представлено к награде крымских татар. Кстати, очень интересно, что вот мы знаем цифру, что на народ, который насчитывал в 1939 году 218 тысяч человек, то есть к 1941 году можно сказать, что где-то 230 тысяч было крымских татар с учетом рождаемости. В принципе, 6 людей, 6 крымских татар награждено наивысшим званием Героя Советского Союза. То есть это неплохой такой показатель, да, если 5, причем 5 крымских татар Героя Советского Союза, а один крымский татарин Амитхан Султан, он дважды Герой Советского Союза. Некоторые историки говорят, что других крымчан дважды Героев Советского Союза нет. Ну, по крайней мере, это точно редкий случай для Крыма, что человек получил звезду Героя дважды. Но что интересно, вот когда анализируют представление к наградам, то оказывается, что было представлено на высшей награде в СССР к званию Героя Советского Союза 20 крымских татар. Из них получили, вот в реальности мы знаем 6, но было представлено 20 крымских татар. При этом, рефик Куртиитов говорит, что остальных крымчан, представленных к званию Героя Советского Союза, из 100% представленных к званию Героя Советского Союза, 75% получили это звание. То есть, крымские татары получили в гораздо меньшей пропорции, и тем не менее, вот 6 Героев Советского Союза имеется. Два генерала были, генерал-майор Булатов и еще один генерал-лейтенант корыбских татар. Поэтому, конечно, вот это оправдание для геноцида, которое использовала советская репрессивная машина, советская пропаганда, которая сегодня гуляет из уст не о сталинистах, а о неком тотальном коллаборационизме, оно не соответствует реалиям.